Всем привет, Эд Кретов. Тревожные новости приходят к нам из империи добра, оплата свободы и демократии. В Алабаме сенаторы проголосовали за запрет абортов. Алабама это южный штат США. Одно из прозвищ штата — сердце Дикси. КША — конфедеративные штаты Америки. Так называли юго-восточные штаты в гражданской войне. КША сражались против Соединенных Штатов Америки. У США и КША было много разногласий. Одно из них по вопросу рабства. США были против рабства, КША были за рабство. Но там еще был ряд экономических вопросов. В итоге, как мы все знаем, победила свобода и демократия. Но даже после своего поражения конфедераты еще долго ущемляли права различных меньшинств. Неудивительно, что сегодня южные штаты голосуют за консервативную политику. За запрет абортов проголосовали 25 сенаторов. Против — 6. Самое интересное, что принятое решение противоречит сложившемуся историческому праву, которое женщины по всей стране получили благодаря решению Верховного суда по делу Роу против Уайда. Если кто не в курсе, то в США прецедентное право. Это когда решение суда по какому-то вопросу является историческим, и в дальнейшем судебные разбирательства опираются на этот прецедент и выносят схожие приговоры. Дело Роу против Уайда как раз такой исторический прецедент. В сентябре 1969 года Норма Маккорви заявила об изнасиловании в штате Техас. Она была беременна, а в штате Техас по закону можно было делать аборт, только если ты изнасиловалась. Женщина обратилась в полицию, но доказать так ничего не смогла. Тогда она попыталась сделать аборт незаконно, но врача, который проводил операцию, арестовала полиция. Тогда в дело женщины вмешались адвокаты. Линда Кофи и Сара Веддингтон. Они подали иск в суд, заявив, что делают это ради всех женщин. Дело этой женщины они выиграли, но сам законный суд отказался отменять. Тогда дело дошло до Верховного суда, который отменил закон. Хотя Верховный суд мог рассматривать только спорные дела, а поскольку женщина к тому моменту уже родила, то и спора никакого не было. Тем не менее, было сделано исключение, и был создан прецедент. Современный же закон противоречит этому прецеденту. По идее, новый закон должен вступить в силу через 6 месяцев после подписания. Но южанам будет не так-то просто его внедрить. Его уже готовы оспаривать общество по защите прав, свобод и демократии. Это, кстати, не первый случай, когда консерваторы пытаются запретить женщинам распоряжаться своим телом. Около 16 штатов США уже тем или иным образом пытались либо ограничить, либо полностью запретить аборты. Просто в Улабаме закон самый строгий. Здесь планируют запретить аборты на любом сроке и независимо от обстоятельств. Исключений не будет даже для жертв изнасилований. Многие актрисы из Голливуда даже отказались от съемок в консервативных штатах, мотивировав это тем, что там они не смогут получить гарантированную им конституцию и медицинскую помощь. При этом они жертвуют немалые суммы для организаций, которые пытаются бороться с данным законом. Актриса Алиса Милана жестко отозвалась о сторонниках закона в своем твиттере. Сами же сторонники закона заявляют, что от абортов умерло больше людей, чем в сталинских лагерях. По новому закону, врач, делающий аборт, может получить до 99 лет тюрьмы. Женщина же при этом не наказывается никак. По-моему, сегодня в США мы имеем парадокс толерантности. Это такая теория Карла Поппера. Она гласит, что неограниченная толерантность ведет и вовсе к исчезновению толерантности. Ну то есть, если терпеть нетерпимость, то нетерпимость уничтожит толерантность. Имеется в виду, что нельзя давать достаточно свободы людям, которые хотят уничтожить эту свободу. Так и сенаторы. Получив возможность ограничить права женщин, они это и сделали. Ну и естественно, авторы закона это мужчины, которые не будут ни растить, ни воспитывать этих детей. Кстати, было бы интересно, если бы всех противников аборта заставили брать нежеланных детей. Говорить о том, что эмбрион это тоже живой человек, это абсурд в светском государстве. Нужно помнить, что женщина это не инкубатор, а тоже человек и личность. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, пишите свое мнение в комментариях. Также вы можете читать мои материалы на канале в Яндекс.Дзене. Ссылка в описании.